Что держало его на этой земле? Это любовь к близким и любовь к церкви, любовь к Богу. Речь о Сергее Фуделе, духовном писателе, богословии, литературе, веде. Последние 15 лет своей жизни он провел в Покрове. Он был неоднократно репрессирован по политическим мотивам, в том числе за участие в антисоветском церковном подполье. В Покрове им были куплены полдома на улице Больничный проезд, дом 15. Там он написал свои основные произведения. Дом был передан Александровской епархии, но память о Сергее Иосифовиче сохраняется на территории Покровского филиала МПГУ. Обстановка в доме музея Сергея Иосифовича Фуделя воссоздана по воспоминаниям его внучек. Интерьер простой, практически аскетичный, минимум мебели и много икон. Музей был открыт 7 марта 2018 года по инициативе научно-образовательного центра духовно-нравственного воспитания Покровского филиала МПГУ. Некоторые вещи подлинные, например, вот эта железная кровать, чемодан и вот эта скамейка, они из дома Сергея Иосифовича Фуделя. Многие стали приходить и приносить вещи, которые принадлежали Сергею Иосифовичу Фуделю. Стихарь, в котором, возможно, Сергей Иосифович проводил службы в Покровском храме. Но немного о биографии Сергея Фуделя. Он родился в семье батюшки Бутырской тюрьмы. Причем батюшки известного, известного тем, что он помогал людям, он создал свою систему в тюрьме, обучение письму, грамоте. И вот в этой среде, в которой рос Сергей Иосифович Фудель, он не мог быть другим. Он закончил пятую московскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Но не смог закончить. В 1922 году он был арестован за антиобновленческую деятельность и уехал в Усть-Сысольск. Ссылку он отбывал до апреля 1925 года. За ним поехала его невеста Вера Максимовна Сытина. Она училась в гимназии, где преподавал отец Сергея Иосифовича Иосиф Иванович, которым она восхищалась как учителем. Их венчают на квартире три священнослужителя, которые позже будут причислены к лику святых. Их обвечали в комнате ссыльного епископа Ковровского Афанасия Сахарова. С 1925 по 1932 год семья жила в Москве. В 1931 родилась дочь Мария. Он три раза был в заключении. В 1922, 1933 и 1946. Плюс к этому он прошел всю Великую Отечественную войну. Он охранял железнодорожные составы. И Сергей Иосифович Фудель вспоминает об этом времени как о самом хорошем времени, счастливом времени, потому что он мог молиться. С ним был всегда Евангелие, которое сейчас находится у нас в музее. А этот Евангелие ему подарил его отец Иосиф Иванович Фудель. На долю Сергея Иосифовича выпало много испытаний, но он никогда не терял веру в Бога, и позже в своих книгах он воплотил эти мысли. В церковь есть собрание учеников христовых. Впрочем, не случайно с Дома-музея Фуделя соседствует храм. Очень необычно, но на территории Покровского филиала Московского педагогического государственного университета в 2009 году был воздвигнут храм преподобного Сергия Радонежского по просьбам студентов и преподавателей. Все иконы в нем – подарки студентов и прихожан. За моей спиной икона Максимовской Божьей Матери. Эта икона является хранительницей митрополии Владимирской. И эта икона была написана студенткой Машей Пуртовой в 2009 году, то есть в год, когда был воздвигнут этот храм. В Покрове Сергей Иосифович служил псаломщиком в Свято-Покровском храме, занимался переводами. Сергей Иосифович Фудель скончался 9 марта 1977 года и был похоронен на Покровском городском кладбище. А 9 сентября 2017 года его останки и останки его супруги Веры Максимовны Сытиной были перенесены сюда, на территорию Покровской Богородской церкви. А на месте прежнего захоронения сейчас стоит крест. Говорят, это место волшебное, и там сбываются все желания. Сейчас студенты чтут память Сергея Иосифовича, организовывают фуделевские чтения, пишут исследования, работы о его творчестве. Кто такой фудель? Это как глоток студеной воды в жаркую погоду. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.